И в продолжение темы. В результате реорганизации системы восстановительного лечения ни один пациент не пострадает. У всех, кто по направлению врача нуждается в реабилитации, будет возможность пройти бесплатное лечение. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин. Мы довольно существенно расширяем возможности наших центров, которые остались в системе здравоохранения. Наш головной центр, как мы говорим, это центр медицинской реабилитации, санаторий Дарасун. Там прекрасные корпуса. У всех у нас на слуху еще в социалистическое время там была довольно мощная реабилитационная база. Сейчас мы ее, конечно, восстанавливаем и развиваем. Поэтому центр Дарасун и развитие получает наш санаторий в Смоленке, недалеко здесь от города Читы. Там кардиологический профиль у пациентов. Туда также могут наши пациенты выехать для дальнейшего лечения. Имеется договоренности и с включением в систему ОМС центра медицинской реабилитации в Карповке. Это железнодорожный санаторий и Академия здоровья, частный центр. С этими четырьмя очень мощными структурами мы заключили все договорные отношения. И сегодня наши пациенты вправе, вот я прошу прям на этом сделать акцент, вправе бесплатно пролечиться в этих самых четырех наших санаториях в рамках системы ОМС. То есть должно быть буквально несколько вещей. Первое, должен быть полис обязательного медицинского страхования. Он практически у нас есть у каждого. И второе, то есть должно быть направление от лечащего врача. То есть должен быть факт болезни и направление от лечащего врача. И в этом случае бесплатно в этих четырех центрах граждане могут получить восстановительное лечение, либо медицинскую реабилитацию. Прокомментировал Михаил Лазуткин и ситуацию с дальнейшим трудоустройством персонала краевой больницы восстановительного лечения номер два. Министерство здравоохранения работает с каждым индивидуально. Тем, кто попал под сокращение в сии с закрытием учреждения, предлагают несколько вариантов. У персонала появляются следующие возможности. Первая возможность это остаться, работать вот в том самом же месте, но оно будет называться уже реабилитационный центр в системе социальной защиты населения. И востребованность там и врачей, и медицинского персонала, ну, я думаю, несколько десятков человек. Следующий момент, что весь технический персонал, весь обслуживающий персонал, он абсолютно в полном составе переходит в Министерство труда и социальной защиты, потому что те же самые объекты недвижимого имущества, всю инфраструктуру, ее нужно содержать, подготавливать к зиме и проходить зимний период. Поэтому вот большая часть коллектива остается и работает, и переходит в эту систему. Следующий момент, который мы рассматривали и который также будем предлагать персоналу, это трудоустройство в санатории, которое находится буквально там в 10 минутах от больницы восстановительного лечения. Это санаторий Шиланда. Значит, там также имеется потребность в персонале. В самом Первомайске у нас имеется довольно мощное медицинское учреждение, это Краевая больница номер 3. И в этом плане мы уже проговорили с Николаем Ильичем, у него также имеется потребность в медицинском персонале. В этой связи мы абсолютно всем и каждому будем предлагать бесплатное обучение на базе нашей медицинской академии, значит, с получением сертификатов и с возможностью трудоустроиться в систему здравоохранения. Ну, кто для себя выберет, ну, дальнейшее, так сказать, свое пребывание в профессии, значит, в здравоохранении, они могут, либо переобучившись, значит, либо по своей же специальности работать, продолжать работать в системе здравоохранения. Ну, ряд персонала, мы это также уже предвидим, таких тоже имеется достаточное количество, которые уже перешли пенсионный возраст, они могут воспользоваться своим правом и выйти на пенсию. Ну, в любом случае, мы абсолютно, вот с каждым доктором у нас прописана уже готовая индивидуальная программа по дальнейшему трудоустройству.